Сейчас я хотел бы рассмотреть две первостепенные роли мессианских евреев в Израиле. Они не ограничиваются этим, но эти две роли особенно уместны в Израиле. Поэтому лично для меня они имеют прямое отношение к Олине. Это роль священников и пророков. Я верю, что Бог призвал нас быть народом священников и пророков. Давайте начнем с нашей роли как священников. Третий раздел этого занятия называется «Пусть священники плачут». Ходатайственная роль мессианских евреев в Израиле. «Пусть священники плачут». Когда нас вывели из Египта, Бог сказал нам через Моше в 19 главе книги «Исход». Стихи пятый и шестой. «Итак, если вы будете слушаться глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Это основная формулировка. Бог обращается к Моисею и говорит, «Вот причина, по которой Я вывел вас из Египта. Я призываю вас к этому. Это ваша сущность. Ваше задание в той земле, куда Я вас веду. Вы должны быть народом священников». Какова была работа священников? Приходить в присутствие Бога. Приносить жертвоприношения. Примирить человека с Богом. Дать спасение Израилю. Первосвященник носил дощечку на своей груди. На иврите Хошен, на которой было 12 камней, символизировавших 12 колен Израилевых. Он приходил в присутствие Бога с этой дощечкой на своей груди. И Бог говорил, «В своем сердце ты должен носить суд Израиля». Или же, другими словами, ты должен ходатайствовать за свой народ. Потому что они согрешили. Ты должен принести за них жертвы. И я хочу, чтобы ты ходатайствовал за них. Священники стояли между народом и Богом. Мы знаем, что Иешуа наш первосвященник. Писание говорит, что Иешуа ходатайствует за нас. До сих дней Он ходатайствует за тебя и за меня. Он наш великий первосвященник. Но также Он призвал и нас быть священниками. Помните, что Моисей должен был сказать фараону? Отпусти Мой народ, чтобы они поклонились Мне в пустыне. Поклонение — еще одно служение первосвященника. Священник должен поклоняться и ходатайствовать. Фокус Его жизни — это Бог. Наша жизнь также должна быть сфокусирована на Боге, а не на служении человеческим существам. Это второй шаг. Это пророческое призвание. Но мы не сможем быть пророками, не исполняя священнической роли. Нам не будет чего сказать, если мы не будем в присутствии Бога. Мы не изменяемся, если не находимся в присутствии Бога. Бог призвал нас быть священниками. И восстановление израильского народа всегда начинается у алтаря. Библейского алтаря. На иврите Мизбеах. Алтарь — это место жертвы. Это каменная плита. Во время Авраама или Моисея. Под звездами. В пустыне. Когда Израиль жил в пустыне. Когда слава Бога была над станом. Знаете ли вы, что это тоже иудаизм? Я думаю, что это ближе к библейскому иудаизму. По сравнению с тем, как мы обычно представляем себе иудаизм. Потому что иудаизм сфокусирован на жертве. Кстати, иудаизм без жертвы и крови вообще не библейский. Это большая проблема в раввинистическом иудаизме. Раввинистический иудаизм не может исполнить требования Бога и Торы. Но, с другой стороны, мессианский иудаизм может это сделать. Потому что в сердце вини нашей веры жертва и кровь. Жертва Божьего Агнца, Иешуа. И эта концепция очень вдохновляет меня. И я нашел ее в нескольких стихах, говорящих об истории Израиля. Просто подумайте вместе со мной. В те исторические времена Бог восстанавливал Израиль. Это же Он делает и сейчас, не так ли? Он возвращает нас обратно в Израиль, чтобы восстановить израильский народ. Но как же можно восстановить народ без алтаря и священников? Ответ просто впечатляет. Алтарь, в действительности, алтарь – это крест Мессии. Богу не нужен еще один алтарь. Наложите картину распятия Иешуа на картину жертвенника Израиля, где приносились жертвы. Проливалась кровь животных. Вот что произошло на кресте. Агнец был заклан на жертвеннике. Для восстановления Израиля всегда должно быть восстановление алтаря. Это видно в Третьей Книге Царств. Например, в 8 главе. Когда Шломо, Соломон, восстанавливал храм, он посвящал храм. Извините, это был первый храм, поэтому Соломон не восстанавливал его. До этого времени была Аскиния. Например, посмотрите 54 стих. «Когда Соломон произнес все сие моления и прошения к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу». Наше служение должно быть точно таким же, как священники. Встать на колени с поднятыми к небу руками. Мы, мессианские евреи, должны восстановить такое положение. Немного позже, в 18 главе Третьей Книги Царств, видим алтарь Ильягу, Ильи. Он восстанавливает алтарь. Он берет двенадцать камней. Третье царство, 17-31. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Якова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа». Он положил дрова и рассек тельца и возложил его на дрова. Напоминает ли вам это что-то еще? Кто еще был на дровах жертвенника? Бытие, 22 глава. Ицхак, Исаак, прообраз Мессии. Он даже нес дрова на своей спине. Так же, как Иешуа нес крест по улицам Иерусалима. Это невероятная синхронизация в Слове Бога. И что имеет отношение к священничеству. Потому что алтарь – это место служения священников. Бог, помоги нам понять это. Господь, помоги нам возвратиться к священническому служению. Мы, как народ, забыли это. Никто больше не говорит о евреях-священниках. Все слышали только о католических и православных священниках, языческих священниках. Но Библия говорит о священниках и евреях. Это наше первоначальное служение, возлюбленные. По этой причине мы были избавлены из нашего Египта, чтобы поклоняться Богу, приходить пред Ним. Знаете ли вы, что в библейском еврите одно и то же слово «служить» и «поклоняться» – это «авода». Мы каким-то образом отделили служение от поклонения. Мы думаем, что служение – это деятельность. О, я должен заняться чем-то. Но библейская концепция такова. Служение – это поклонение. И поклонение – это служение. Это что-то сродни истории о Марии и Марфе в Новом Завете. Итак, куда сошел огонь? Илияху призвал огонь с неба. Куда сошел тот огонь? Где находилась сила Бога на земле? На жертвеннике. Поэтому каким образом сила, огонь Бога придет в нашу жизнь? В наши общины? Как мы, как мессианские евреи, снова переживем день Шавуот? Я думаю, что ключ – это наше священничество. Это намного больше, чем просто публичное служение. Ключ – это личное, близкое служение Богу. В книге Ездры мы видим те же события снова. Какой был первый шаг в восстановлении поколения Ездры и Неемии? Если вы сказали «алтарь», то снова оказались правы. Ездры 3, 2 стих. Я совсем забыл об этом. И встал Иисус, сын Иеседеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу, Израилеву. Чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, Человека Божия. И поставили жертвенник на основании Его, так как они были в страхе от иноземных народов и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее. Они закладывали основание храма Господня. Но что было самое главное среди всех храмовых принадлежностей? Каков был основной пункт восстановления? Жертвенник. Место поклонения священников. И поэтому я предлагаю вам, как только Бог будет готов восстановить Израиль, основная модель в Библии прежде должно быть восстановлено священство. Это наше первоначальное призвание в этом контексте. Откройте вместе со мной книгу Исаии, 61 главу. Мы уже ранее рассматривали эту главу. Помните, что контекст этой главы – это возвращение в Израиль. А теперь послушайте, о чем здесь говорится. Вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. Вы, кто возвратится в Израиль. Вы, те, кому будет дано украшение вместо пепла. Вы, кто возрадуется после возвращения в Израиль. Вас назовут священниками. Почему? Потому что это наше первоначальное служение. Это первоначальное служение Израиля. Мы должны быть священниками для всего мира. И мы должны были принести Мессию в жертву. Когда происходит восстановление народа, мы возвращаемся в Израиль. Совершаем алию. Вот что говорит Бог. Еремия 31 глава. 14 стих. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Какой контекст этого стиха? Здесь говорится о возвращении в Израиль. Люди возвращаются и плачут. Господь благословляет землю новым вином и елеем. Там присутствует радость. И вдруг Он снова начинает говорить о священниках. Для меня Писание очень ясно. Еще один стих. Пророческий очень сильный. И у Илья 2 глава. Где Бог говорит о служении священников. Прежде Бог сказал вострубить на Сионе. Собрать народ. Он говорит о восстановлении Израиля в этом разделе. Посмотрите на Илья 2.17. Между притвором и жертвеньком доклачут Сионе. «Служители Господни и говорят, «Пощади, Господи, народ твой. Не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами? Где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле Своей. И пощадит народ Свой. И ответит Господь и скажет народу Своему, «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам». Это время восстановления. И призвание обращено непосредственно к вам, возлюбленные. Мы должны быть священниками, которые рыдают. Бог говорит в 125-м Псалме. И здесь видна странная комбинация событий. Начало главы говорит о возвращении в Израиль. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили «Великое сотворил Господь над ними». Это возвращение в Израиль. И пророки говорили об этих событиях в будущем. Будет великая радость. Но что мы видим в конце Псалма? Внезапно начинается плач. Те, кто сел со слезами, пожнет в радости. То сел со слезами, несомненно, возрадуется, неся снопы. Я вижу связь этих стихов с 17-м стихом 2-й главы Иоиля. С Еремией, которого не без причины назвали плачущим пророком. Еремия плачет об Израиле. Это служение священника. Священник чувствителен к святости Бога. Священник ревнует о целях Бога для Израиля. Священник видит контраст между святостью и чистотой Бога и нечистотой людей. И это заставляет его плакать. И он ходатайствует за Израиль. Он говорит, «Бог, будь милостив Твоему народу!» Это наше служение в Алии. Пусть Бог снова поможет нам плакать. Вот что сказал Иеремия. Иеремия 9.1 «О, кто даст голове моей воду и глаза моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о поражении черри народа моего!» Это сердце Бога, возлюбленные. Бог восстанавливает эту священническую роль мессианских евреев. Почему Иешуа плакал об Иерусалиме? Потому что он великий первосвященник. Почему Павел печалился в 9 главе римлянам? Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Возлюбленные, пришло время вынуть каменные сердца. Каждый время от времени позволяет своему сердцу отвердевать. Бог ищет милостивых священников. Он призывает новых священников. Он призывает нас придать новое значение крови Мессии. И только если мы осознаем, что Он наш первосвященник, только если мы сконцентрируемся на Его жертве и силе, у нас будет правильная самооценка. На самом ли деле мы смирились перед Богом? Это настоящий мессианский иудаизм. И это имеет отношение к Алии. Когда Бог восстанавливает Израиль, Он восстанавливает священников. И даже более того, в конце времен. Мы только что прочитали об этом в пророческих книгах. И эти священники подготавливают нас к пророческому служению. И сейчас я не говорю о личном пророческом служении, хотя я верю в дары Духа. Я не подразумеваю пророчества людей, но говорю более о том, как быть пророческими людьми. И чтобы вы смогли прочувствовать вкус этого, откройте 40-ю главу Исаии. Мы проходим этот процесс восстановления. И скажу, что жизнь в Израиле не придает смелость автоматически. Она даже очень пугает. Иногда я не хотел бы говорить об Ишуа. Я прошел через достаточно трудные времена, живя в Израиле, не говоря о том, чтобы еще прийти к недоразумениям с моими соседями. Они не знают, к какой категории отнести Ишуа. Кстати, в Израиле его называют Йешу, что исходит из проклятия в первом веке. Пусть память о его имени и о нем исчезнет. Люди не знают этого. Они не знают, что объявляют проклятие над Ишуа. Поэтому терпеливо-терпеливо мы должны исправлять их и учить. Суть в том, что я лучше бы не испытывал всякого рода напряженность и недопонимание. Только молчи и не подымай этой темы. Но Бог не призывает нас к этому. Он призывает нас к общению и взаимоотношениям. Мне не нужно стоять в парке рядом с моим домом и кричать всему миру, что Ишуа – это Мессия, это глупо. «Наводите мосты, будьте человеком. Живите в обществе, принимайте участие в их жизни». Я люблю своих соседей. Просто иногда они сумасшедшие. Бог призывает нас к книге Исаии. Давайте начнем с третьего стиха. Сороковая глава. «Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу». «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривызны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господне, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Каждый раз в Писании подразумевается пророчество, когда упоминается уста. Бог вкладывает слова в уста Своих пророков. Это пророческий отрывок. Почему? Потому что здесь говорится о пришествии Господа. Это великая цель всего пророческого служения. «Указать на возвращение царя». Давайте продолжим. Девятым стихом. «О, Зайон, вы, кто приводит хорошие пророческания, прийти в высокую морю, о, Иерусалим! Вы, кто приводит хорошие пророческания, прийти в твою голосу с силой. Прийти в него. Не боясь. Девятым стихом. Девятым стихом. Девятым Богом. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! Возвысь силою голос твой, благовествующий! Иерусалим! Возвысь! Не бойся! Скажи городам Иудиным! Вот Бог ваш!» Вот Господь Бог грядет силою и мышцей Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, акцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных». Посмотрите на девятый стих. Используется тот же глагол, такое же выражение, которое указывает на Алию. «Идти вверх! Взойдите на высокую гору! Алхар Гвор Али Лах! Взойдите на высокую гору!» Вот что означает Алия. Это восхождение не только физически. Это вход в наше пророческое призвание. «Не бояться!» «И быть теми, кем сотворил нас Господь». Я слышу, как Он обращается ко мне прямо сейчас, призывает меня, говорит мне, «Эйтан, не бойся! Возвы свой голос!» «Ты в Израиле, чтобы быть пророческим человеком!» «Не сохраняй в тайне мою любовь!» «Говори о том, что я скоро гряду!» «Провозглашай, что я Мессия!» «Готов путь для Господа!» Бог исполняет Своё Слово в нашем возвращении в Израиль. Он хочет восстановить нас, как пророческий народ. Что это означает? Во-первых, нужно осознать Его слова. «Шма, Израэль!» «Слушай, Израиль!» Видите, эти слова начинаются со священнической близости. И затем провозглашайте. Во-первых, провозглашайте Своей жизнью. А только потом провозглашайте Своими устами. Потому что если мы не живём Своей проповедью, то у нас нет законного права проповедовать. Откройте вместе со мной одиннадцатую главу к Римлянам. «Пришло время Бога восстановить веру в Иешуа». Откуда мы это знаем? Во-первых, Бог прикоснулся к нам. Это произошло в нашей жизни. И всё же были некоторые исторические перемены. Которые произошли в 1967-м. Когда Иерусалим снова стал еврейским городом. И чужеземцы более не попирали его. А теперь посмотрите на слова апостола Павла. Римлянам 11.11. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их, богатство миру, и оскудение их, богатство язычников, то тем более полнота их. Хорошо, язычники, вы пришли к вере в Иешуа. И спасение будет для всего мира. Исайя говорит об этом. Чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Я сделаю тебя светом народов. И в 15 стихе Павел говорит, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие как нежизнь из мертвых? И в 25 стихе он говорит о великой тайне истории. Еврейский народ был разделен со своим Мессией, чтобы все народы смогли найти Его. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от части до времени, пока войдет полное число язычников. Это трехступенчатая последовательность событий. Ожесточение Израиля. Полное число язычников, вошедших в Царство Бога. И, наконец, спасение всего Израиля. Возлюбленные, это наше пророческое слово. Сейчас пришло время Бога восстановить веру в Израиль. Евангелие распространилось по всему миру, во всех народах. Пришло время благой вести возвратиться домой. И я хотел бы услышать громкое «Аминь». 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 Пришло время. Это наше пророческое слово. «Яшуа» — это Мессия Израиля. Это центральное пророческое слово. В сравнении с этой вестью, остальные пророчества второстепенны. Если у нас неправильное представление о пророческом служении, если мы потерялись во всех лабиринтах, пытаясь выяснить, что произойдет и когда, то изучайте Писание. Пройдите курс о плане Бога в отношении последних дней. Я забыл модное слово этого курса. «Прости меня, отец Дэн Джастер». Да, эсхатология. Спасибо, эсхатология. Я согласен. Вы можете изучить этот курс. Но я точно уверен в одном. Наше единственное, несомненное задание — дать «Яшуа» Израилю. Это великое призвание. Мы — священники и пророки. Аллилуйя! 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 Спасибо, Господь! Хочу сделать вывод нашего учения. Пунктом номер пять. Хочу, чтобы вы это услышали еще раз. Это темы сегодняшнего вечера. Первая тема — единодушие. План Бога для мессианских евреев в Израиле. Вторая тема — знамение ободрения. Краткий обзор современной мессианской общины Израиля. Третья тема — пусть священники рыдают. Восстановление нашего священнического служения как мессианских евреев. Четвертое — возвысь голос Твой. Призвание Бога к мессианским евреям в Израиле — быть пророческими людьми. И теперь пятая тема — кто поднимется? Кто взойдет? Призвание Бога к мессианским евреям. Откройте Псалом 23. И мы говорим о сердце. Кто совершит алию? Кто сможет совершить алию? Я не говорю о ваших документах. Я говорю о вашем сердце. О вашем духовном состоянии. О вашем отношении. Псалом 23. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою Своей напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя Своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Якова. Я поднимаюсь на гору Господню с этими словами. Как символ алии. Это можно применить и в общем плане. Я не говорю, что это единственное толкование. Но как мы видели во всей Библии, эту концепцию восхождения вверх – это алия. Уже много раз я вам говорил, алия – это не просто какое-то физическое действие. Это восхождение на гору Господню. И пребывание в Его святом месте. Нахождение в присутствии Бога. Вот чего хочет от нас Бог, чтобы возвратиться на Сион. Чтобы стоять на высотах Сиона. Он зовет нас вверх. Он зовет нас на высоты Сиона. Нам нужны чистые руки. Это имеет отношение к нашим делам. Чистое сердце. Наши внутренние тайные наклонности. Не делать себе никакого идола. Не поклоняться чему-либо еще, кроме Господа. Ничто в нашей жизни не должно занять место Бога. Не быть обманщиком. Не носить маску. Это трудно в жизни, не так ли? Природа жизни в этом мире. Природа жизни в этом мире заставляет нас играть в игры. Убеждает нас в том, что мы должны обманывать, играть и прятаться. Но только не тот, кто взойдет на мою святую гору. Бог говорит, я хочу настоящих людей. Их я могу благословить. И затем в конце псалма. Эти великие слова. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимите двери вечные. В Библии говорится о вратах Сиона. Врата в Израиль. Врата, через которые взойдет царь. Полное восстановление Израиля. Произойдет только тогда, когда возвратится царь. Поднимите врата, верхи ваши, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Аллилуйя. Мы должны быть ищущим Его народом. Это ключ библейской Аллии. Взойди на гору Господню. В 3 главе Иисуса Навина. Мы уже очень много раз ссылались на книгу Иисуса Навина. Иисуса Навина. Потому что это книга об Аллилии. Иисуса Навина. 3-4. Мне нравится этот стих. Здесь говорится о подготовке людей. Пошли надзиратели по стану. И дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих Его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». Четвертый стих. «Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». Возвращение в землю израильскую. Вы не ходили с ним путем раньше. Вы должны посвятить себя Аллии. Прилепиться к людям, которые возвращаются в Израиль. Прилепиться к людям, которые возвращаются в Израиль. Что Давид говорил о тех, кто оставался с продовольствием. Кто помогал воинам в битве. И сам не принимал в ней участия. Он сказал, что у них будет такая же награда, как и у тех, которые принимали участие в битве. Братья и сестры, язычники. У вас не меньшая награда, чем у нас. Может быть, вы не поедете в Израиль, но вы можете поддерживать, помогать и стоять вместе с теми, кто совершает Аллию. Мы прочитали это в Исаии, где говорится о царях и царицах, которые будут нести нас на руках. Это пророческий язык для языческих верующих. Это новый путь. И мы можем его знать. Вы будете знать путь, по которому вам идти. Он приблизился к нам. Наше предназначение — искупление. Алия исполняет план Бога. Алия мессианских евреев в действительности ускоряет пришествие Мессии. Это слишком много для нас. Это смиряет, но также и воодушевляет. И Еремия также говорил об этой воодушевляющей идее. Пожалуйста, откройте вместе со мной книгу пророка Еремии. 29 глава. 10-14 стихи. «Ибо так говорит Господь, когда вас исполнится вам в Вавилонии 70 лет, тогда я посвящу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Поэтому этот отрывок можно соотнести к каждому моменту возвращения в Израиль. Бог сейчас в нашем поколении обращается к нам. Иеремия 29-11. «For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. «Ибо только я знаю намерения, которые имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, «И возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Бог с любовью призывает нас обратно. Видите ли вы, что здесь используется тот же язык, что и в 23-м псалме. Это поколение будет искать Бога. И, вероятно, это ключ Алии – искать Бога. Он говорит, «Ты обратишься и помолишься мне». 12-й стих. «Мы должны это делать». Вот откуда приходит сила. Вот откуда приходит смелость. Высвобождение ресурсов. Когда Бог вплетет нас в бюрократическую систему, соединит с чудесной общиной в Израиле и не позволит утратить связь с общиной в Диаспоре. Пробуждение пришло в Израиль. Он послушает нас, когда мы воззовем к Нему и помолимся. «То вы найдете Меня», говорит Господь. Он говорит, «У вас, евреев, есть будущее, но оно не в рабстве. Ваше будущее не в Диаспоре. Ваше будущее в Эрец-Израэль». Это привлекло и меня. Немного математики. 27 лет назад я услышал Бога. 27 лет назад Твоя судьба в Израиле. И мне понадобилось 15 лет, чтобы оказаться в Израиле. Бог подготавливал меня в это время. Бог подготовит вас. Не спешите. Ищите Господа. Ищите Его лицо. Вы найдете Его. И Он выведет вас из плена. 125 лет назад без самолетов, без компьютеров, без телефонов, без автомобилей Мессенджерс пошли в народы с этой вестью. Евреи, возвращайтесь домой. Они пошли по всему миру. Герцел коллеги Герцеля. Те, кто слышал Бен-Яхуду. Затем поколение Бен-Гуриона. Голден Мейер. Голден Мейер. Они пошли по всему миру и сказали одну фразу. В принципе, две фразы. Они сказали, приходите домой и помогите нам возвратиться домой. Приходите домой и если вы не сможете, то помогите нам возвратиться. Они посвятили себя, даже не зная Бога. Мы уже говорили об этом на лекциях, посвященных сионизму. У большинства из них не было взаимоотношений с Богом. Они были гуманистами, социалистами. И они посвятили себя этому. То насколько больше мы, те, кто знает живого Бога, и те, для кого эти заветы реальны, и в чьих сердцах горит огонь Духа Божьего. Можем ли мы сделать меньше, чем они? Я так не думаю. Было предсказано великое излияние. Будет излияние Духа Божьего на Израиль. Об этом говорил Иоиль. Езекиил. Езекиил. Иеремия говорил. Исайя говорил. Осия говорил это. Куми ори кива орех, уквод Адонай Элаих Зерах. Куми ори кива орех, уквод Адонай Элаих Зерах. Да? Восстань, святись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Он говорит о возвращении славы Господа. В древнем Израиле присутствие Бога было в стане. Огненный столб находился среди Израиля. Бог снова это сделает. И Он призывает тебя быть вовлеченным в это. Пришло время поверить всему, что обещал Бог. Отдать свое сердце тому, что предвозвестил Бог. Он призывает нас к такой вере, которая описана в 11-й главе послания к евреям. К вере Иисуса Навина. К вере первых мессианских апостолов. Вы избранное поколение. Царственное священство. Будешь ли ты в безопасности? Останешься ли дома? Решишь ли жить комфортной жизнью за пределами Израиля? Останешься ли ты там, где все известно и удобно? Или же ты выступишь за пределы своей зоны комфорта? Пойдешь ли ты на риск неудачи, хотя в Боге мы не можем потерпеть неудачи? Выберешь ли ты гонение? Отдашь свою судьбу воле Бога? Присоединишься ли ты к другим? Будешь ли ты в единстве с другими, у которых такое же призвание? Будешь ли ты следовать по стопам самого Ишуа, который призвал нас идти его путем? И Он сказал, «Если вы последуете за Мной, возьмите свой крест, что означает жертва твоей жизни. Каждый день отвергай себя и следуй за Мной». Возлюбленные, пришло время принести царство в Израиль. Странно, но Бог использует людей. Царство не просто упадет с неба. Что Библия говорит нам? От начала и до конца. Бог использует человеческие сосуды. Настолько несовершенны. Но это Его план – использовать человеческие сосуды, чтобы завершить Его совершенные вечные цели. Иногда я просто хотел бы, чтобы это было не так. Но когда я в Духе, когда я соединен с Ним, я знаю, что это самое большое привилегие – полностью жить для Бога. Он соединил нас со Своими вечными целями в отношении Израиля, что было названо Тайной. Он привел нас в эту глубокую тайну. Он открыл эту тайну для нас и говорит «Здесь, я вовлекаю тебя в свою работу на земле». «Слышишь ли ты звук шофара?» Мы прочитали шестую главу Иисуса Навина. Когда священники трубили в трубы, люди восклицали, и только тогда стены пали. Препятствия перед планом Бога упали, и они вошли в землю и основали новое общество в Израиле. Сила Бога шла перед ними. Во второй главе книги Иоиля Пророк говорит «Трубите в шофар на Сионе». «Тику ашофар бет цион». Соберите людей для покаяния. Да, пришло время покаяться. Время покаяться в нашей небрежности. Некоторые небрежно относятся к этому. Другие должны покаяться в том, что они слишком усердны. Пришло время полностью пропитаться Богом, охватить все цели Бога на земле. Апостолы говорили «Вся тварь, земля, тварь, земля, совокупно стена этой мучится до ныне, в муках рождения. Ожидай откровения Сынов Божиих. Я верю, что мы должны применить это к себе». Это не единственное применение стиха, но достаточно глубокое сейчас в процессе завершения этого курса. Сама земля ожидает тебя, чтобы ты вошел в это призвание и исполнил Слово Бога. Каким образом это принесет славу Богу? Когда люди примут решение и скажут «Да, Господь!» «Да, Господь!» «Я сделаю то, что ты говоришь!» «Я последую по тому пути, который ты установил!» «Я возвращусь!» «Я поверю!» «Я буду ходатайствовать!» «Я буду говорить!» «И мы говорим не менее, чем о возвращении нашего Мессии». Сперва должна быть мессианская алия до того, как возвратится Мессия. Это заключительная часть. И мы принимаем участие. И наше участие настолько значительно, что убирает всякую гордость. Не должно остаться никакой гордости. Мы должны рыдать в сокрушении. О, Господь! Как такое произошло, что ты так много поручил нам? Помоги нам быть верными в это время и не потерпеть поражение в нашем призвании. Он с нами. И я хотел бы завершить отрывком Писания из 2 главы Исаии. 2 глава Исаии. Начиная со 2 стиха. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господня из Иерусалима». Я должен прочитать на иврите. «Придите и взойдем». «Придите и совершим алию». Вот о чем здесь говорится буквально. «Придите, давайте совершим алию на гору Господню, в дом Бога Иаковлева». 4 стих. «И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не подымет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». «Насколько сердца жаждут этой реальности». «Наш мир застрял в войне». «По всему миру с мечей стекает кровь». «Мир сейчас находится в огоне». «В каждом уголке планеты народ восстает против другого народа». «Как и Мессия предсказал эти события». «Когда придет вечное царство мира». «Когда мы взойдем на гору Господа». «О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». «Бейт Яков леху венелха беор Адонай». «Бейт Яков леху венелха беор Адонай». «Это была тема первых сионистов». «Билу, бейт Яков леху венелха». «Билу, бейт Яков леху венелха». «Я хотел бы попросить вас подняться вместе со мной». «И как Иоиль говорил о шофаре». «Как и священники во дни Егошуа дули в шофарот». «Перед тем, как войти в землю». «Давайте и мы подуем шофар». «Давайте услышим голос Бога для нас». «Давайте позволим себе быть вовлеченными волею». «Придите и взойдем». «Давайте полностью войдем в волю Бога». «Давайте не будем отступать назад». «Давайте смело двигаться вперед в вере». «Помогая друг другу». «Взявшись за руки». «Может быть, сейчас нужно взять за руку по крайней мере одного человека». «Знаете что?» «Мы все вместе». «Это то, что я очень сильно почувствовал на протяжении всего нашего совместного времени». «Господь Бог, благодарю за это время, которое мы провели вместе». «Спасибо за то, что Ты открываешь Своё Слово». «Спасибо за то, что открываешь наши сердца». «Спасибо, что Ты открываешь небеса». «Чтобы у нас была небесная перспектива Алии». «Ты говорил к нам пророчески». «И Ты призвал нас быть священниками». «Господь, не позволь нам отпасть от всего того, к чему Ты нас призываешь. «Бог, мы хотим ходить Твоими путями». «Дай нам больше благодати». «Господь, спасибо за то, что Ты смотришь на наши слабые стороны и превращаешь их в сильные стороны». «Мы будем честны с Тобой, Господь». «Это больше, чем мы сможем мстить». «Но это то, что Ты сказал». «Когда мы слабы, только тогда мы будем сильны». «Введи нас, Господь». «Позволь нам войти в Твое наследие». «И отдать славу Твоему имени» «за исполнение тех обетований, которые Ты дал Аврааму, Исааку и Якову». «Заева и Якова» Кто-ди в Твое наследие». «Аврааму, Исааку и Яков» «Дай нам島», Твое наследие, «Обруч Tip» «Обруч Твоему имени». «Обруч Спас». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ